играю вторую партию с бубасиком не знаю кто это но очевидно гроз и теперь уже вариант чабаненко разыгрываю я с b5 на c5 готов пойти слоном на f5 сразу так b3 сыграл более сдержанный ответ ну я все равно вылазью слоном на то место куда и планировал выставляю такую стеночку по белым полям и буду смотреть как соперник будет ее пробивать так а4 играет хорошо давайте b4 задвижка пока поле b3 уже у коня нет поэтому не так страшно играть b4 в этих ситуациях наверно теперь имеет смысл сначала коня поставить на d7 с той целью чтобы не пустить белого коня на e5 теперь а5 потому что а4 уже наверно пограживала а5 вернее и теперь нужно запускать наверно слона либо на е7 либо на d6 давайте попробуем на е7 пока чтобы стоя на d6 он не попадал под е5 так рокировочка cd в принципе не боимся бьем пешкой c и теперь наверно ферзя уже включаем далее ладья c8 ладья d8 примерно такое развитие после чего нужно будет искать какие-то планы возможно самому прорываться путем c5 очень так бетонные надежно расставился соперник е3 ходит почему бы наверно не вонзиться своим конем теперь на е4 и забираем слоном тоже так слон ушел на f1 хорошо где-то наверно уже нужно пропихивать c5 по ощущениям хочется это сделать но наверно слон в 6 будет более логично пока что подготовиться к этому убираем слона на такую дальнобойную позицию поле h7 принципе слон чем хорош что он из е4 с h7 стреляет по диагонали абсолютно одинаково ферзь вышел на f3 видимо сдерживает мой прорыв c5 но все равно я хочу это сделать пока что ферзь b8 такой хитрый ход с идеей е5 где-то еще провести возможно соперник рвет е4 1 начинает какие-то активные действия проводить так что же тут нам теперь придумать давайте наверное собьем здесь собьем здесь и проведем c5 рискованная идея отдал одного из своих слильных слонов но попытаюсь взять и предоставить поле для моего коня на c5 так наверное сейчас и сделаю ударил много раз выставляю коня на c5 и ждем вроде как по черным полям я неплохо встал блокирую защищенную проходную c4 и наверное мне будут выгодны размены в этой позиции многочисленные хотел бы я начать водя d4 и водя d8 потом где-то в будущем подменять ферзей но посмотрим позволить ли мне это соперник сделать меняемся еще раз то есть в эршпиле мой плюс будет в том что конь отлично стоит привязывает слона к защите пешки b3 но ставит мне пока ловушку мой оппонент я не могу брать на f4 из-за промежуточного шаха на d8 и взять и потом ферзя поэтому так и играть не могу е5 что последует на этот ход видимо ладе d8 ферзь d8 ферзь и 5 тоже вряд ли меня это может устроить в полной мере поэтому должен играть просто напросто ферзь c8 и сохраняется нападение на пешку b3 таким образом слон ушел хорошо пока что сделаю ходик ладья нет наверно сразу заберла почему нет ферзь c7 встал так где-то нужно будет прорываться постепенно ну же 6 сыграл для того чтобы перекрыть диагональ теперь наверное е5 и попытаюсь коня перевести на поле d4 в принципе тоже неплохое возможно еще пойду ферзь c5 хотела и размена и наверное сейчас буду его добиваться постепенно пошел дальше ферзь единственная проблема что мне здесь очень мало времени так на доске считаю что уже доминация причем полная сейчас е4 еще заткнул и должно быть тяжело сопернику конь d3 гражу выиграть пешку на f2 так он пока это видит ладно повторим позицию здесь 15 секунд и выигрываю слона может быть он специально его отдал не знаю так c5 он пошел давайте коня на f3 приведем наверно и ферзь d1 ставлю я там мат или нет покажет только время некогда было честно говоря считать варианты посмотрим так он побил здесь хорошо шах что же тут дальше делать непонятно мата не вижу неужели проигрываю да видимо не успеваю здесь просто напросто срубили мне флаг но партия получила достаточно хорошая в плане стратегии потому что вот в этой позиции я считаю что в конце уже не был серьезный перевес особенно когда ферзь пришел на d4 а конь на c5 хоть допустила и ход h5 но все равно после е4 ферзь f5 конь d3 я считаю что в этой позиции у меня был большой перевес